До главного праздника этого года, 75-летия Каспийска, остаются считанные дни. Подготовка к празднованию идёт полным ходом, готовится сцена и продумывается развлекательная программа. По этому поводу 6 сентября состояло заседание Оргкомитета под руководством заместителя главы городского округа Даниила Копиева и председателя собрания депутатов Абдул-Вахида Джаватова. Немного дней, практически 9 дней можно сказать осталось. Поэтому мы сегодня проведём такое заседание, обсудим все вопросы и мероприятия, которые необходимо нам завершить к праздничным мероприятиям. На повестке дня два докладчика в РИО начальника управления культуры Сабина Тагирова доложила о распределении задач между подведомственными подразделениями администрации, а также о назначении ответственных лиц. Программа празднования Дня города насыщенная, требующая много внимания и детальной проработки. 16 сентября, как и ранее я уже озвучила, у нас будет награждение грамотами почётных граждан города в актом зале администрации. Тут я обозначила ответственных, это управление культурой, управление образованием. По оформлению зала у нас идут учреждения дополнительного образования. Праздничные мероприятия будут проводиться 15, 16, 17 и 18 сентября. В эти дни состоятся этновыставки, награждения отличившихся горожан, торжественное открытие празднования, выступления выдающихся артистов, военных оркестров республики, работа тематических площадок, цирковые выступления и многое другое. Подробнее с афишей можно будет ознакомиться на странице администрации, а также каспийчанам будут раздавать поздравительные флайеры, где будет отражена вся информация. Каждое мероприятие будет проводиться с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, ведь коронавирус не дремлет, а распространяется всё активнее. По данным Центральной городской больницы Каспийска, в настоящий момент на амбулаторном лечении находится порядка 144 человек, в стационаре – 22 пациента. Об обеспечении безопасности населения во время проведения мероприятий позаботятся сотрудники полиции. На каждом участке будут дежурить патрульно-постовые службы.